Всем добрый вечер, меня зовут Филипп, я технический дизайнер в Mail.ru Group в подразделении Пушкин Студия. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой вещи как геймдизайн, а точнее Unreal Engine как инструмент геймдизайна. Начнем немножко с истории. В не таком далеком 2014 году, когда Unreal Engine вышел на рынок, многие сразу начали его сравнивать с различными игровыми движками, такими как Unity, CryEngine, ну и прочим, что было на тот момент. И сразу первым пунктом для сравнения был блюпринт, который тогда только появился. Что такое блюпринт, был первый вопрос. Это язык визуального программирования, игровой логики. Многие сразу начали пророчить, что вот только появился блюпринт, сейчас набегут много школьников, которые будут делать различные игры. И эти игры сразу заполонят площадку Steam и просто будут на рынке. Но прошел год, прошел второй, третий, четвертый и ничего не случилось. Рынок не взорвался, как говорили всякие эксперты. Почему так? Все просто. Блюпринт — это система визуального программирования, которая вроде бы не требует знания языков. Но нет. Без блюпринта, ну точнее, для использования блюпринта нужна какая-то база. Если вы не имеете базы, то ничего не выйдет. С чем мы работаем на этапе прототипирования? Основной инструментарий — это блюпринт, animation system, open world tools, behavior tree, UNG designer, sequencer, audition и paper 2D. В зависимости от потребностей. Блюпринты у нас используются в основном для всей логики, которую мы можем делать. Animation system — если мы делаем какой-то прототип с использованием графики, анимации, то вот это наше все. Мы используем анимблюпринт, sequencer и все, что он позволяет. То есть там целая куча всего. То есть не нужно бояться его использовать. Open world позволяет делать открытые миры с созданием ландшафтов, рассадкой различной растительности и прочего. То есть там тоже огромный инструментарий, который очень крут и нужно юзать. Behavior 3. Многие говорили, что, те самые эксперты, что Behavior 3 — отсталая система, которой нельзя пользоваться. Ну, на самом деле не так. Если руки растут оттуда, откуда нужно, Behavior 3 must have, и основные вещи в нем прям самые лучшие можно делать, и все круто. Sequencer Editor — система для создания различных роликов, катсцен, пререндера — тоже лучшая вещь. Был раньше Matni, который потом переделали, отказались от него, так как он по функционалу уступал sequencerу. UMG, UI дизайнер — система для создания интерфейсов. Очень мощная вещь, но, правда, есть некоторые нюансы с работой под мобильные устройства. Мобильные устройства не вытягивают в большинстве своем, но есть проблемы. Audio и Sounds — система по работе со звуком. Позволяет настраивать звуковые эффекты, добавлять различные рандомизаторы, эффекты Доплера и так далее. Paper 2D — система для работы с 2D-графикой, для создания атласов в 2D-играх. Ну, там много тоже разных вещей. Так, но начнем, вернемся к теме, к гейм-дизайну. Гейм-дизайнер — художник-программист. Кто использует, ну, кто может использовать Unreal? В принципе, все. То есть какого-то ограничения по работе нет. То есть мы гейм-дизайнер, мы там художник, мы запустили Unreal, запустили бульпринты, накидали основные вещи какие-то, собрали, что-то работаем, то есть все прототипируем. Минимальное знание языков программирования. Да, нужно минимальное знание. Без этого мы ничего не сможем делать. То есть основную логику, если мы не знаем алгоритмы, не знаем, как применить ту или иную ноду, которая используется в блюпринтах, то есть мы ничего не сможем сделать. Скорость разработки механики. Блюпринты позволяют делать различные механики очень быстро. То есть мы не скованы каким-то языком программирования, как, например, шарф, C++. Имеется в виду, нам не нужно знать целую кучу всего. Вот у нас есть инструмент, который мы можем пользоваться прямо из коробки и накидывать прямо какую-то механику, какие-то прототипы, логику, еще что-то. Вариативность прототипирования. Блюпринты позволяют прототипировать любую систему, то есть нет ограничений, там, наверное, только шутеры или там только какие-то матч-3 или только фермы. То есть нет такого. Жанровая гибкость. Unreal Engine позволяет делать все, то есть начиная от стратегии и заканчивая MMO. Но, как я сказал ранее, то есть у нас нет ограничений по каким-то жанрам. Он не ограничивает нас только шутерами. Так, давайте дальше. Скорость прототипирования. Блюпринты позволяют очень быстро делать, ну, прототип прямо на коленке. Мы, например, придумали какую-то механику, запустили, за один вечер ее собрали, все оттестировали. Так, фонит. Пришли к программистам, говорим, вот, мы хотим вот это. Сделайте нам так, чтобы это все работало так, как надо. Программисты уже забрали, посмотрели и работают уже, делают то, что мы им принесли. Гибкость. Мы, ну, как и с предыдущего слайда, мы можем делать все, что хотим, нет проблем. Самостоятельность. Большой плюс в том, что геймдизайнер может сесть сам и все это сделать. Ему не нужен программист или художник, который будет подсказывать, что вот так, вот так. В этом нет необходимости. Размер команды. Позволяет работать одному, ну, максимум двум людям над прототипом. То есть, если есть какие-то сложные моменты, которые необходимо реализовать, мы можем взять с собой программиста, посадить его рядом и говорить, вот, помоги мне вот здесь, вот здесь, вот здесь. Он тебе расскажет, и вы сделаете быстрее, нежели там будем отдавать именно на прототипирование программистам, которые могут там на неделю все это затянуть. Платформы. Большим плюсом Unreal является его актуальность по платформам. Мы прямо из коробки получаем все, что есть сейчас на рынке. А главное, что это все поддерживается в реальном времени. То есть, буквально не далее, чем в версии 4.15 вышла поддержка Nintendo Switch. Это большой плюс. Мы можем делать уже на Switch. Прямо сразу. И своевременная техническая поддержка по всем вопросам. То есть, мы пишем прям эпиком. Эпиком, если что-то надо, они отвечают. Прототипирование. Основной вещью в прототипировании является простота. Не нужно усложнять прототип. Не нужно скидывать все в одну коробку. То есть, мы если делаем какую-то механику, не усложняйте ее, разбивайте ее на части. Например, мы делаем платформер. Разбили на части движения персонажа, какие-то взаимодействия с миром. И каждый отдельный кусочек мы делаем прям бегом, используя весь инструментарий, что есть внутри Unreal. То есть, инструментарий, например, мы делаем анимацию, и нам нужно, чтобы в момент анимации проигрывался какой-то эффект. Не нужно делать это прямо в блюпринтах. Открываем анимационный сет и цепляем прямо на кости какие-то эффекты, если они необходимы во время движения. То есть, не нужно наворачивать логику, ту, которая не нужна на данный момент. Ее реализует программист уже так, как она должна работать правильно с оптимизацией, со всем. И главное, не затягивать прототип. Не нужно пытаться сделать все сразу и затянуть прототип, который можно сделать за день-два на неделю. Пусть оно работает не до конца, не так, как надо, но оно работает. Мы видим основной функционал, и его мы прямо сразу приносим, показываем, его доделают. Пример прототипа – это 3D-платформер, на который бы ушло у меня примерно 3 часа, и контент использовался в нем из официального магазина, который прямо в лаунчере есть. Так, как его запустить? Нет, не так. Нет, не хочет. А мы же через PowerPay, да? Или как он говорит? Так, извините за заминку небольшую. Давай, да, ну... Прямо отсюда, да? Ну, нишу, да. Какой там был? А еще, ты не слышишь? Да. А еще? А-а-а. А-а-а. А-а. А-а. И-а. И-а. А-а. Продолжение следует... Продолжение следует... Логика совершенно простая, потрачено мало времени. Конечно, можно было быстрее, наверное, но так как работа плюс-минус, пришлось немножко подольше. Все сделано на коленке, грубо говоря, с использованием основного шаблона, который есть прямо из коробки. Не нужно бояться их использовать. Так, а теперь далее надо как-то... Давайте мы, наверное... Так. Наглядность для команды. Основной важный момент прототипирования — это донести идею до команды. Блюпринты позволяют наглядно показать логику. То есть это не стена кода, которая, например, для дизайнера непонятна или для художника. А на блюпринтах мы принесли, открыли, показали, все понятно. И еще основной плюс — это рабочий прототип. То есть это очень важно. Плюс возможность на этом рабочем прототипе донести саму идею геймплея. И взаимодействие между отделами. Мы этот прототип можем как художникам, так и программистам принести. И всем будет все понятно. Это очень важно. Из своего личного опыта могу сказать, что раньше такого не было и было сложнее доносить. Макаронный монстр высадит из тебя душу. Не нужно так. Не нужно выстраивать блюпринты вот таким образом, грубо говоря. Не пытайтесь тянуть связи из одного, то есть из одной ноды или из одной переменной. Лучше дублировать, как-то их кешировать, куда-то складывать, прикапывать. Пусть они будут рядышком. Обычно вот это приводит к тому, что человек, который это делал, он сделал, ему все понятно. Он сохранил, закоммитил. Проходит неделя, месяц, полгода. Приходит новый человек. Открывает. И о ужас. Как в этом разобраться? Приходится всех дергать, всех подводить, объясни мне, что вот здесь, а вот что вот здесь и как это взаимодействует. Обычно, если где-то что-то перетянешь, потом все не работает. Это постоянная проблема. Вполне приличная паста. Вот идеальный блюпринт. Контент, ну это, конечно, часть, там еще есть целая куча, но вот все связи, да, ну ровненько, все понятно, что от чего, куда идет и как с этим работать. Контент и его доступность. Большим плюсом Unreal, ну, правда, и Unity это есть, но вот у Unreal есть маркет, который мы можем приобрести, либо бесплатно скачать, либо купить контент, который мы можем использовать в прототипе. Не бойтесь использовать контент для прототипирования. Его много, он разнообразен, и он упрощает работу по прототипированию. То есть вам наглядно, понятно, что вы делаете, с чем и как это будет взаимодействовать. Так, сейчас, секунду. Так, ладно, давайте дальше, я вылетел из головы конкретно. Обучаемость и наглядность. Большим плюсом также является быстрорастущая база комьюнити, которая позволяет учиться, узнавать какие-то решения для той или иной логики. И большим плюсом-то это являются учебные материалы самих Эпиков, которые идут прямо из коробки. Это шаблоны и документация. Ее очень много. Также большое количество видеоуроков, которые постоянно обновляются, и есть постоянные трансляции, которые можно смотреть и что-то узнавать. Google. Для многих почему-то Google закрыт. То есть мы не умеем искать. Я не знаю почему. И мозг. Включайте мозг. То есть без мозга мы ничего не сделаем. Прямо из коробки. Выбор стартовых шаблонов. Это позволяет делать различные прототипы прямо из коробки. То есть у нас есть шаблоны шутера от первого лица, шутера от третьего лица, леталки, пазлы, гонки. На основе той же гонки можно собрать какой-то шутер дополнительный. То есть у нас есть машина, мы цепляем на нее пушки, у нас twisted metal или еще что-то. Или тот же кармагеддон. Также там, например, пазл. Мы открываем пазл, делаем три в ряд или что-то подобное. Базовый контент, который также идет в шаблонах. Он есть. Нам не нужно ничего искать, не нужно ничего моделить, озвучивать или еще что-то. Он есть сразу. И базовые механики, они сразу написаны. На основе них можно все делать сразу. То есть просто расширять. А, тот самый шкаф. У меня есть одна история из жизни, которая была на прошлом месте работы. И она очень показательна, наверное, даже в данном случае. У нас был проект, на котором не было геймдизайнера. Ну, в штате его не было. Был инвестор, который очень хотел быть геймдизайнером. Но обычно эти вещи несовместимы. Я думаю, многие меня поддержат в этом плане. И была задача сделать шкаф. Все, в принципе, просто. Делаем контейнер, в котором мы храним какие-то файлы. Но все свелось к тому, что мы хотим не обычный шкаф. Шкаф должен быть без интерфейса. Должен быть все в 3D, как в жизни. Мы открываем двери, достаем оттуда предмет. И также можем положить на место. Если в случае контейнера с хранящимися объектами и интерфейсом это занимало бы один-два дня, но три с тестированием и доработками, в случае с 3D-шкафом у нас заняло это примерно месяц. И он так до конца и не стал работать. Это вот такой прототип шкафа. Его делать нужно было, когда у нас не было основной корр-механики. То есть у нас нет геймплея основного, нет каких-то основного функционала. Есть сервер и должен быть шкаф. Ну окей. Ну персонаж еще бегал немножко. А еще был лифт, примерно такой же. Но я думаю, не стоит говорить о том, что проект не вышел. Итоги. Плюсы данного подхода. Скорость, наглядность, доступность и возможность быстро тестировать. И в случае тестирования можно сразу что-то дорабатывать. Минусы. Необходимость базовых знаний. И есть вероятность, что мы закопаемся и сделаем сами игру. На этом все. Всем спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо Филиппу. Есть ли у кого вопросы к докладчику? Небольшой такой вопрос. Вы сказали про проблемы с UNG-системой на мобилках. Мы делали проект на мобилках тоже. Единственная проблема, которая возникла, это то, что он достаточно жрал много зарядки. Он был достаточно производительный. Но это мне казалось, что это из-за наших проблем, что мы просто не было времени оптимизировать. Нет, у нас такая же проблема, поэтому мы перешли на другую систему. Ну вот это все. Весь вопрос был дальше. Немного. Еще вопросы? По поводу макаронного монстра есть у вас какие-то стандарты кодирования по блупринтам? Вот как на языках программирования, когда ограниченное количество строк, длина, количество выходов из пинов из одного, например, чтобы не было больше? Ну нет, каких-то стандартов нет. Главное вот такого не плодить. То есть четких правил там, каких-то документов нет? Нет, нет, нет. Четких правил нет. Такой вопрос. А насколько реально, чтобы весь проект был на блупринтах? То есть вообще без кода? Это реально, с нотивизацией блюпринтов можно, но есть некоторые нюансы по нотивизации. Там нужно читать. Есть еще вопросы? Кто был первым? Здравствуйте. Если бы вы все-таки доделали игру со своим шкафом, вы бы хранили предметы на серваке? Ну я думаю, да, данные все-таки уходили на сервер. Еще был вопрос? А вот вы показывали слайд, там, где готовые можно купить и загрузить прототипы. Можно там цены озвучить? Это вот, я думаю, к представителям Epic Games. То есть там несколько сотен тысяч, да? Нет, нет, нет. В данном случае… Там точка, вот тут точка должна быть. Пардон. Цены в рублях и с копейками, не надо пугаться, эту точку не видно. Давайте еще последний вопрос. Он есть? Вы пробовали Invidia Gameworks ставить? Кого? Invidia Gameworks. Invidia-ский? Нет. По-моему, не использовали. Сколько я помню. Вound må. Вдыхdleйвii из шultки. В престол.